Вы понимаете, для меня это непонятно и больно, то что все-таки у нас есть хорошие детские тренеры, которые работают и в условиях, в страшных условиях. Я вот недавно был в этом самом... В Кременчуге мы проводили тренерский семинар. И посмотреть, в каком состоянии детская спортивная школа, где они в каком зале, в холоднющем зале работают. Все-таки мы же участвуем в чемпионатах Европы по трем категориям, кадеты, юниоры, моложе 20. Значит, у нас есть резервы, есть люди, есть сырье. И для меня удивление, те, которые вот такие, есть ребята, почему их зовут в NBA, почему они... И пробел страшный с разыгрующей, задней линией. И вот недавно я это самое... Я понял, почему. Потому что все интересуются подготовить только большого. Найти большого парня, вот. И ты, наверное, станешь знаменитым. И тех ребят, которые маленькие, потому что в любой команде есть очень маленькие, вот бегают сейчас, сегодня мы просматриваем эту дубль Одессы и Будивельника. Есть маленькие ребята. Но что-то мы недорабатываем, мы недорабатываем. И потеряли, потеряли звено, которое важнейшее в игре баскетболу. Потому что разыгрующий, это же стержень. Это стержень, вокруг которого, вокруг которого, творится вся игра, особенно в нападении. В защите может быть не так, а в нападении это организаторы. Это третий тренер, это второй тренер. Это мозг команды. Это английское слово playmaker. Игрок, который делает игру. Его не зря назвали так. Поэтому это обидно за Украину, что имеем хороших, больших. И проблема с маленькими. Она явно существенная. Сегодня это европейская практика. Это мировая практика из страны, которая имеет 10 миллионов, которые держатся за баскетбольный мяч. Очень много, во многих командах европейских и других стран азиатских есть натурализованные американцы. Я думаю, что на сегодняшний день это еще один вариант, еще один эксперимент. Может быть, через этот эксперимент не оставить Лакашова одного. Потому что я прошел тоже через эту беду. И пробовали тех, и тех, и тех. И это не вина этих ребят. Это беда этих ребят, потому что их недоучили. Им недопомолили. Им где-то не поверили. Смотрите, есть, казалось бы, баскетбольные страны с баскетбольной Югославией. Но в одной, во второй и в третьей есть натурализованные американцы. Болгария натурализовала. В Германии половина. Blacksmen. Поэтому, может быть, что на какой-то этап усилить это звено иностранным игрокам. Я хочу дать пример с Россией. Холден. Я думаю, что Холден забил и последний мяч, решающий мяч в финальной игре с испанцами. Он помог России подняться над этот уровень. Что будет дальше с Россией? Появятся ли после Холдена игроки, которые заменят его? Потому что проблема в России тоже есть. Та же проблема в России, что и в Украине. Все гоняются, чтобы подготовить больших ребят. И проблема с Розировичем. Дай Бог, чтобы это помогло, всколыхнуло наших тренеров и ребят. И они начинали понимать, что нужно готовить первых номеров, не только больших. депрессия появилась, что это будет бурт. Могу сказать, это мое такое мнение, что американские игроки на NBA тренеров смотрят, как на икону. И я думаю, что Фрателло, если удастся из бурта индивидуалиста сделать плеймекера, который будет делать игру, а не стремиться забивать только очки, то это может быть удачный эксперимент. Если бурт останется в том качестве, которым он играет много игр за свой Днепр, тогда трудно предвидеть, как это повлияет на конечный результат команды. Но еще раз говорю, зная, с каким обожествлением игроки говорят о тренера, который работает в NBA, и зная характер, не понаслышке, слышал много о Фрателло, который может положить руку на голову. И эта рука будет вибрировать, и игрок почувствует, что чего от него хочет тренер. Дай бог, дай бог, чтобы это случилось, иначе, иначе, иначе. Украина опять будет иметь проблемы с разыгрышем игроком. Субтитры создавал DimaTorzok